Разглядеть в большом потоке машин ту, что с нарушением, становится сложнее. Тонировку еще не победили, но машин с темной пленкой на стеклах становится меньше. Жесткие административные санкции, правда, пугают не всех. Инспектор ГИБДД с прибором наперевес направляется к белому тонированному Мерседесу. Издалека наличие незаводской пленки, ухудшающей видимость, очевидно. На деле оказалось, что это обычная сетка, просто очень темная. Сеточка тоже запрещена. Есть пункт правил, то же самое, 7-3 перчатки. Там про шторки написано. Шторки, сеточки, жалюзи. Это все относится к одному и тому. Как говорится, делался легким испугом. Те же, у кого на стеклах пленка, ответят по всем нормам закона. Смотрите, 23%. А по ГОСТу должно быть не меньше 75%. Теперь на водителя будет составлен протокол. С 1 июля 2012 года к штрафу в 500 рублей добавили снятие регистрационных знаков. Однако, если ездить с темными стеклами, любят многие, не все спешат расстаться с номерами. Снял пленку, номера остались на месте. Правда, избавиться от тонировки не во всех случаях пятиминутное дело. Мнение, что заводское, значит законное. В некоторых случаях ошибочное. Пленки на стеклах у Игрия не было никогда. И штрафов тоже. Но прибор, замеряющий светопропускание стеклок, показал. Нарушение есть. Двигаться с ним запрещено. А чтобы устранить, нужно разобрать половину машины. Казалось бы, куда проще было бы расстаться ненадолго с номерами. Не проще номера потом забрать. Лучше поменять стекла. Потому что это же Россия. Это столько проблем. Чтобы что-то забрать потом у них. Такие случаи встречаются редко, говорят инспекторы. На практике водители идут на хитрость. Одни используют съемную многоразовую пленку, другие двойные стекла. Правда, по закону это не освобождает их от ответственности. При любом виде тонировки, выявлении данного факта, накладывается административный штраф. То есть в любом случае выписывается административный протокол. После этого только уже непосредственно возможно устранение данной тонировки. То есть лицо в любом случае привлекается к административной ответственности. Чтобы лицо осталось безнаказанным, такого законодательно у нас не предусмотрено. Доказать факт движения тонированной машины инспекторы могут, взяв объяснение с понятых. По закону свидетельские показания являются одним из доказательств того, что правила дорожного движения в России едины для всех водителей. Эллада Обжалимова, Станислав Жижин, Максим Пустовалов. РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин